Судебное разбирательство длилось на удивление мало времени. Только позавчера в Краевом суде прошло первое слушание по существу по данному уголовному делу. И уже сегодня Леониду Козлову вынесли приговор. Журналистам так и не удалось увидеть обвиняемого на скамье подсудимых. Обе стороны, гособвинитель и защитник Козлова, выступили с ходатайством, чтобы в зале заседаний не присутствовали представители СМИ. Зато в наши руки попала вот эта видеозапись. Леонид Козлов в хорошем настроении на своем рабочем месте в администрации Краевого центра. Человек, у которого была скрытая видеокамера, предприниматель, который хотел получить в аренду 5 гектаров муниципальной земли. Помощник сети менеджера, как и установили следователи, взялся помочь бизнесмену и пообещал переговорить со своим шефом. Цена, которую установил Игорь Бестужий за участок земли, оказалась космической – 50 миллионов рублей. Привет! Сколько сумок? Все с деньгами набитые? Набитые. При получении части требуемой суммы Козлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе предварительного следствия Козлов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со стороной обвинения, активно способствуя при этом раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, а также и Бестужим, коррупционных преступлений. Леонид Козлов после задержания подписал судебное соглашение со стороной обвинения, полностью признал свою вину и давал показания против Игоря Бестужева. Прокуратура просила для подсудимого высшую меру наказания рублем – 500 миллионов рублей. Но преклонный возраст Козлова и его помощь следствию смягчили Ставропольскую Фемиду. Приговором Ставропольского краевого суда Леониду Козлову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением функций организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера сроком на три года. Нам удалось связаться с адвокатом Леонида Козлова. Мужчина уверен, такое наказание слишком суровое для его подзащитного. Приговор Ставропольского краевого суда в отношении Леонида Козлова я считаю чрезмерно жестким и строгим. И даже несправедливым. Это первое. И второе. Судом не учтено то, что он содержался под стражей около двух месяцев. А это тоже является основанием для снижения суммы штрафа. Приговор вступит в законную силу через 10 дней. Если до этого момента Леонид Козлов со своим адвокатом не примут решение обжаловать вердикт, помощник Игоря Бестужева будет отдавать в государственную казну значительную часть своей пенсии и вряд ли сможет выплатить всю сумму штрафа.